Здравствуйте, мои друзья, мои подписчики, гости моего канала. Я в Турции на отдыхе, а конкретно в Кемере. Вот стою на балконе своего номера в отеле «Алмаз Гюльбич». На въезде в Кемер стоит мечеть, и сейчас слышится ритуальная молитва, предвечерний намаз. Сейчас прямо по курсу мы как раз видим острый шпиль мечети. Я решила выбрать время и сходить к мечети, благо это не так далеко, как видите, и я знаю, как туда пройти. Думаю, что не заблужусь. Я родилась и до 30 лет жила в Казахстане, общалась с казахами. Лучшая моя подружка была татарка, и кое-что из мусульманских традиций мне знакомо, я знаю, и немного вам расскажу. Турция же тоже мусульманская страна. Конечно, возможно, здесь имеются какие-то свои правила и традиции, но, полагаю, во многом мусульманские традиции в разных странах все-таки схожи. Если я что-то не так скажу, то мои зрители в комментариях меня поправят и кое-что дополнят. Надо сказать, что Турция самая светская страна исламского мира. Здесь проживает много представителей других вирований и культур. Но, тем не менее, согласно статистике, мусульман в стране 65%. Для погребения умерших муниципалитеты выделяют мусульманам бесплатный катафалк. А вот немусульманам это недоступно. Земля на мусульманских кладбищах сравнительно дешевая. А для немусульман земля и все ритуальные услуги намного дороже. Хотя в Стамбуле есть бесплатное кладбище для иностранцев. Кремацию здесь не производят. Даже запрещено. А если даже тело кремировали где-то в другой стране, прах не разрешается хоронить в Турции. Я захожу на территорию мечети. На карте я посмотрела. Эта мечеть называется мечеть Мустафа Гюль. Высокое башнеобразное строение называется Минарет. Обычно с его площадки пять раз в день служитель мечети призывал мусульман на молитву. Не знаю, как здесь, но вот в Казахстане я видела, что на площадке уже никто не поднимается. А площадки оборудованы звукоусилительной аппаратурой. И тут же я вижу, имеется небольшой участок кладбища. Зайдем посмотрим. Ну, по дизайну, по оформлению могил они достаточно просты и похожи друг на друга. Здесь нет никаких оградок персональных. Нет скульптур, нет венков и цветов. Долгожитель. Но я позже расскажу об этом. Нет цветов. Хотя я видела вазы. Видимо, все-таки иногда приносят живые цветы. Вот тоже долгожитель. Еще 330 год родился. 1900 там какой-то умер. Кое-где посажены многолетники, но на такой жаре они, конечно же, с трудом выживают. Но ранее мы там с вами уже увидели две могилы долгожителей, в кавычках. Год рождения 1330 год, а умерли один в 1996 году, а другой в 1992 году. Можете вернуться проверить. Судя по надписям, они прожили более 600 лет. Это связано с тем, что летоисчисление в Турции изначально велось по исламскому лунному календарю, которое начинается с переселения мусульман из Мекки в Медину в 622 году н.э. С приходом к власти Ататюрка, первого президента Турции, основателя современного турецкого государства, в начале 20 века исламское, летоисчисление было заменено на григорианское. Так что человек родился еще при старом режиме, а умер уже в современном гражданском обществе. Здесь также мы видим участки, огороженные кирпичом. Я где-то успела прочитать, что это очень-очень старые могилы. Но точно я не знаю. Если кто-то знает, то пропишите в комментариях. Ну а здесь, в общем-то, более современные надгробия. Выполнены они из белого мрамора. Фотографий нет. На надгробии прописаны имя, фамилия усопшего, даты жизни. И еще там прописано R.Fatihah. Я покопалась в интернете. Это надпись Рухуна-Fatihah. Типа, в его душе молитва. Или что-то вроде нашего. Пусть душа покоится с миром. Что-то вроде этого. Хоронят умерших максимально быстро, желательно в тот же день. Регистрируют смерть в медучреждении. Потом в органах регистрации гражданского состояния, типа нашего ЗАГСа. После получения документов, тело отвозят в мечеть, омывают, покрывают саваном. И потом совершают молитву. И потом переносят тело к могиле на специальных носилках. Тобут называется. Хоронят только в саване, не в грому. В боковую выемку в могиле с небольшим наклоном. Голова немного выше ног. Лицо в сторону Мекки. И еще я узнала, что здесь недалеко есть еще городское кладбище. Большей площади. Если я туда дойду, то, конечно же, я вам тоже его покажу. Здесь стоит вот такое строение. Не знаю, как называется. Но очень похоже, что здесь, как и в наших православных церквях, можно взять освященную воду. А может быть, это вообще для омовения рук и ног. Такая практика у мусульман проводится. Нужно омыть руки и ноги и потом заходить в мечеть. Но вот я не знаю. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. А вообще, нам говорили, что воду из-под крана в Турции пить ни в коем случае нельзя. Только бутылированную. А мы сейчас зайдем и посмотрим так одним глазком туда, в комнату самой мечети. Как видим, все разуваются и проходят. Насколько я знаю, мужчины молятся в одной комнате, женщины совсем в другой. Поэтому я не уверена, как здесь и вовнутрь совсем уж туда и заходить не могу. Что сниму отсюда, то вы и увидите. Ну, так же, как и я, с порога. Как я понимаю, это все-таки мужской зал. Ну, в общем, если у вас, мои зрители, есть чем дополнить мой рассказ или что-то опровергнуть, будет очень интересно прочитать ваши комментарии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем вам всего доброго. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok